Важнейшие задачи во внутренней и внешней политике государства, а также озвученные руководителем страны в послании Оли Маджлису законодательной инициативой по дальнейшему развитию отрасли экономики. О новых подходах в деятельности исполнительной и представительной власти на местах и другие немежные важные аспекты вызывают большой интерес международного экспертного сообщества. Оли Маджлису. Оли Маджлису законодательной инициативой по дальнейшему развитию отрасли экономики. Он уделяет тому, чтобы государство работало в интересах граждан. Мне кажется, что это очень правильное направление работы. Я бы обратил внимание еще на то, что вот эти народные приемные, они организуют свою работу таким образом, что они еще идут непосредственно к людям сами. Я думаю, что это очень хорошая инициатива, это хорошее, как можно было бы сказать, ноу-хау президента Мерзиёева. И мне кажется, что нам в России надо было бы этому поучиться. Европейский институт азиатских исследований пристально следит за развитием Центральной Азии, особенно Узбекистана, последние несколько лет. С большим вниманием было заслушано обращение президента республики Узбекистан Шавката Мерзиёева перед парламентом страны. Эксперты отмечают предложенные в обращении инициативы амбициозными. На наш взгляд, в текущем году наиболее приоритетной темой становится развитие цифровой экономики в стране, что является важным для строительства более конкурентоспособной экономики. Данное условие отвечает стратегия Европейского союза по Центральной Азии, которая рассматривает цифровизацию экономики в качестве ключевого элемента своей политики. Для нас также важны были положения обращения руководителей страны касательно развития гражданского общества и роли средств массовой информации. Что касается экономического сектора, президент также остановился на принимаемых мерах по развитию частного сектора, малых и средних предприятий. Мы уверены, что малый и средний бизнес является главным локомотивом экономического роста, применением инновационных технологий и источником для создания рабочих мест, а также ключевой опорой конкурентоспособной экономики. Ознакомившись с основными моментами послания президента Узбекистана Шавкаты Мерзиёеву Али Маджлису, эксперты из Индонезии считают, объявление 2020 года годом развития науки, просвещения и цифровой экономики является своевременным и актуальным решением. Они уверены, что это придаст новый импульс осуществляемым реформам и экономическому развитию республики, в частности в сфере образования. В послании президента Узбекистана парламент уговорился о новой политике, проводимой в вашей стране в области туризма. Глава государства отметил, одной из важнейших задач, стоящих перед правительством, является обеспечение роста в текущем году потока страну-туристов. Требует ускоренного развития паломнического и медицинского туризма. В Узбекистане за последнее время открылось значительное количество новых учебных заведений, расширяется сотрудничество с ведущими иностранными университетами, а также открываются филиалы зарубежных образовательных учреждений. В марте этого года мы планируем, что около 200 студентов, обучающихся по направлению архитектуры университета Гунадарма, пойдут в вашу страну для обмена опытом. Высоко оценивают происходящие в стране преобразования и американские эксперты, отмечая одним из важных частей выступления президента Узбекистана обозначение ключевых реформ в экономической сфере, направленных на привлечение иностранных инвесторов. Жесткие меры по искоренению коррупции и развитию совершенно новой системы банковской деятельности служат основой устойчивого развития, особое выделение вопросов цифровизации, развития электронных технологий. Создание IT-парков показывает нацеленность вашей страны на обеспечение долгосрочного роста. Мы приветствуем определение туризма в качестве стратегической отрасли национальной экономики. Западные СМИ признают существенный потенциал данного направления. CNN, Lonely Planet, New York Times Journeys определяют Узбекистан в качестве топовой к посещению страны. Надеюсь, что США смогут стать достойным партнером для республики в построении процветающего Узбекистана.